здравствуйте на канале it on tv программа тема дня сегодня веду я михаил горин а со мной в студии адвокат по транспортным делам юрий бран здравствуйте юрий здравствуйте у нас есть две темы для обсуждения одна касается изменений в правилах дорожного движения мы к ним еще вернемся одна из более скажем так трагичная и живая тема она касается трагичного происшествия которое произошло в конце минувшего года 21 декабря когда полицейская машина преследовала машину с автомобиль с израильские номерами из которой как утверждают полиция бросались камни в автомобиле с палестинскими номерами и вот в момент преследования эта машина которую преследовали полицейские она перевернулась погиб один из юношей который находился в машине остальные были задержаны эта трагедия спровоцировала массовые беспорядки в разных городах потому что родные близкие сочувствующие этой семье требовали независимого расследования утверждая что полиция предвзято подошла к этому делу и так почему собственно говоря мы обсуждаем с юрием я поясню потому что помимо того что юрий бранд адвокат по транспортным делям с большим опытом он еще много лет прослужил в полиции насколько я знаю вы тоже занимались именно расследованием дорожно-транспортных происшествий экспертом по дорожно-транспортно совершенно верно именно поэтому потому что возник спор достаточно жесткий спор заключается в следующем полиция утверждает что это машина подростков отклонилась в их сторону опасно что и спровоцировала катастрофу родные и близкие погибшего юноши утверждают утверждали обратное они наняли независимого эксперта сейчас я найду это давин давид бензакен он тоже адвокат ваш коллега он в прошлом следователь дорожной полиции и вот согласно материалом портала и вайнет вот этот бензакен утверждает своем заключении что по его мнению с высокой вероятностью причиной дтп повлекшего смерть этого юноши стало отклонение полицейского автомобиля в сторону автомобиля в котором находились подростки скажите пожалуйста сначала можно ли по тому что произошло по остаткам происшествия я не знаю правильно ли говорить словом остатка картине происшествия однозначно утверждать одно или другое потому что здесь кардинально расходится мнение полиции и мнение вот этого независимого эксперт смотрите конечно же до ответ да то есть у нас есть место происшествия и когда мы выезжаем на место происшествия эксперт выезжать на место происшествия он должен определить кто именно привел к аварийной ситуации или к самой аварии как это все делается на дороге есть следы окей есть повреждения машин то есть машина это она является как бы консервной банкой да вот мы представим консервную банку в какую вот с какой стороны мы на нее нажмем в ту сторону и останется у нас повреждение то есть у каждого провешь повреждения есть свое направление и когда происходит столкновение между двумя машинами у каждой есть на повреждение в каком-либо направлении под каким-то вектором от получила она силу удара и на ней остались эти следы то есть если и одна машина своим углом бьет в бок другой машине то у другу машине которая получила удар в бок останется именно след вот этого угла второго автомобиля там если представляем как происходит удары на я физика то есть глубина удара идет вопрос о том кто в чью сторону отклонился это я специально вам говорю про угол еще до удар я вам говорю про угол и про часть какую-то боковую часть машины потому что произошло столкновение то есть одна из машин должна отклониться и ударить другую машину то есть может быть два варианта может быть одна машина перекрыла дорогу второй машине и вторая машина ударила ее в бок либо либо одна машина ехала прямом направлении а вторая машина уклонилась в другую сторону и специально ударила ее в бок то есть могут быть много вариантов, но если, например, есть на дороге тормозной путь, да, перед тем, то есть, если машина тормозила, и мы увидим тормозной путь в прямом направлении, соответственно, мы знаем, что во время удара или немножечко до удара эта машина ехала прямо без отклонения. О чем вообще говорит закон? Закон говорит о том, что та машина, которая отклонилась, изменила свое направление и привела к тому, что был удар в другую машину, она, водитель этой машины, является нарушителем правил дорожного движения, и он виновен в аварии. Соответственно, даже в этой аварии, в этом случае, я уверен, что выехал полицейский эксперт, который делает свою экспертизу. Теперь полицейский эксперт, он, как правило, он нейтральный, хотя он полицейский, и дело расследует Махаш, то есть дело расследует отдел внутренних расследований полиции, который к полиции не относится, он относится к министерству юстиции, но там нет экспертов, они не эксперты, то есть экспертизу производит полицейский. Мы всегда говорили, что тут есть проблема, когда полицейские расследуют полицейских, тут немножечко, но, к сожалению, у этого отдела нет своих экспертов по дорожным авариям, и, соответственно, очень много случаев, когда сами эксперты полицейские расследуют, приходят к выводу, что полицейские виновны, и они, соответственно, их судят, так же самое, как судят другие граждане. Давайте возьмем вообще, что там произошло, сам факт погони, то есть там была погоня, можно ли вообще полиции делать погоню, то есть существует специальный закон полиции, правило, по которому у полиции есть возможность, есть разрешение от законодателя совершать погоню, полицейские имеют на это право. В каких случаях? В случаях, если жизни кого-то угрожает какая-то опасность, было совершено какое-то тяжелое уголовное преступление, лишь бы нужно предотвратить это тяжелое уголовное преступление. Что происходило там? Были брошены камни, да, это тяжелое уголовное преступление, которое могло привести к смерти кого-либо, соответственно, у полиции была вся законодательная база для того, чтобы преследовать этот автомобиль. Но в чем проблема? Примерно в том, что полицейским можно преследовать, полицейским можно ехать на красный свет, к примеру, да, если что-то происходит, но если что-то произойдет, и полицейский в это время проедет на красный свет, и даже с сиреной, и если он сделает аварию, виновен будет полицейский. Я вам расскажу большой секрет. Когда я служил в полиции, и мы ехали, да, с моим напарником, который мне говорил, вот-вот, смотри, с правой стороны мотоцикл без номерных знаков. Я смотрел в левую сторону и говорил, а где этот мотоцикл? Я его не вижу. Почему? Потому что если я поеду за этим мотоциклом, и он, не дай бог, разобьется и сделает аварию, виновен буду я. Соответственно, я могу это уже рассказать, я уже не в полиции, мне за это ничего не будет, но все полицейские стараются не гнаться за мотоциклистами, не гнаться за вот этими тракторонами, да, как называются эти трактороны, не гнаться за этими лихачами, потому что в том случае, если они переворачиваются, и не убиваются, будут судить этого полицейского, который к этому привел. Придет его командир и скажет, а зачем ты за ним гнался? Зачем тебе это нужно было? Он никакой опасности, он не представлял, зачем ты за ним гнался? Соответственно, тут то же самое, погоня разрешена, но в том случае, если ты привел к аварии как полицейский и сделал аварийную ситуацию, и сделал, например, изменил направление для того, чтобы его остановить, и привел к аварии, ты как полицейский будешь нести ответственность. Даже в том случае, если тебе погоня разрешена. Спор там о другом. То есть я так понял, что полицейский эксперт утверждает, утверждает, что полицейский не привел к аварии, а частный эксперт, нанятый семьей, утверждает обратное. Совершенно верно. Теперь не забываем, что частный эксперт, нанятый семьей, он получает за это зарплату. То есть он лицо, то есть если он скажет в конечном итоге семье, смотрите, я не могу вам дать свое определение, что виновен в аварии полицейский, то, соответственно, он за это деньги не получит. Он частный эксперт. Это не полицейский, который работает на государстве и должен быть нейтральным. Ему совершенно не важно, что он скажет. Он в любом случае государственный работник. Он может ошибаться. Вот тут есть проблема. То есть полиция Израиля расследовала эту аварию. У них есть в Юрусалинском округе прекрасный командир экспертной группы Яниф Шарон, мой очень хороший товарищ. И он ими командует, он профессионал своего дела. И я не думаю и не верю, мне не хочется верить в то, что полицейские эксперты специально приходят к выводу, что полиция как бы невиновна в этой аварии. То есть действительно, если они пришли к этому выводу, никто из них не возьмет на себя ответственность прийти к какому-либо другому выводу, если место происшествия говорит о чем-то другом. У меня к вам вопрос. Вам доводилось быть независимым экспертом? Нет. Вас нанимали? Я не работаю независимым экспертом, я работаю адвокатом. Скажите мне, пожалуйста, это тоже адвокат? Да, но он в данном случае выступает не как адвокат. Я понял. Хорошо. Он в данном случае выступает как адвокат. Просто то, что у него есть корочка адвоката, это честь и мой почет. Не имеет значения, что вы не были, вы все равно знаете. Он тут как частный эксперт. Значит, если я правильно понимаю, оставим сейчас в стороне, бросали они камни, не бросали они камни, это сейчас в стороне. Произошло дорожно-транспортное происшествие. Правильно? Именно. Было две машины, полицейская и эта. На место происшествия приехал полицейский эксперт, который составил свое заключение. Произвел экспертизу. Провел экспертизу, составил свое заключение. Независимый эксперт, как он получает, на основе каких материалов, он же уже, когда он пришел на место происшествия, оно было уже убрано, вычищено и так далее. Следы остаются на месте происшествия, все царапины на дороге, тормозной след, он остается неделями на месте происшествия. То есть достаточно... Именно, ущерб автомобилям, автомобили забирают на специальную полицейскую стоянку, частному эксперту есть туда доступ. Да, разрешается, есть специальный приказ прокуратуры, частному эксперту разрешается доступ к этим автомобилям, он имеет право снимать их на видео, и никаких проблем в этом нет. То есть у частного эксперта все то же самое, все те же самые функции, как у эксперта полицейской. Скажите мне, пожалуйста, вот как вы мне рассказывали очень наглядно, и нам и зрителям ударил в этот бок, вмятина осталась такая. То есть, что независимый эксперт, что полицейский эксперт, они пользуются какими-то однозначными понятиями, которые нельзя трактовать многократно. Смотрите, физика, физика она одна, механика она одна. Да, теперь объясните мне тогда такой вопрос. Вы говорите, что независимый эксперт теоретически может быть лицом заинтересованным. Именно. Который трактовал неправильно или иначе, чем должно быть. Но к этому решению может прийти только суд. Вот я вам хочу, в этом мой вопрос. Представим себе, что дойдет дело до суда, и судья вызовет независимого эксперта, и вызовет полицейского эксперта, и скажет, на чем вы основывали свои заключения. Этот скажет, как вы сказали, физику обмануть нельзя. Я основывался на ударе Б, Алиф, Б, Гиммл, Далит. И этот скажет, Алиф, Б, Гиммл, Далит, ну смотрите, он же не может соврать или как-то по-другому. Вы же с вами сказали, что физика одна. Для этого есть судья. Судья даже в гражданском судопроизводстве, даже есть какие-то, речь идет о каких-то травмах. Есть один врач, который утверждает, что инвалидность 50%ная, а второй врач утверждает, что инвалидность она 30%. Два врача, два взаимопроизводства. То же самое, да. Так для этого существует судья. Взаимосключающие друг друга обсуждения. А в конечном итоге, когда будет выносить приговор, он скажет, я верю этому эксперту, а вот второму эксперту я не верю. Для этого существуют прокуроры и для этого существуют адвокаты. Они будут опрашивать этих экспертов. И они будут стоять на перекрестном допросе для того, чтобы поддержать свою версию. Это не вопрос веры, это вопрос доказательности. Именно, на основании чего ты делал это доказательство, к чему выводу пришел, на основании каких книг, каких наук, каких правил ты пришел к своему выводу. Но опять-таки, если полицейский эксперт придет к выводу, что полицейская машина невиновна, мы не придем к суду, потому что не будет подано обвинительное заключение против полицейского. Соответственно, полиция сразу закроет это дело. В чем сейчас суть частного эксперта? Дать полиции какие-то факты в руки для того, чтобы прокуратура, государственная прокуратура подала обвинительное заключение против полицейского, который водил полицейский автомобиль во время столкновения. То, что я понимаю, обвинительное заключение подаваться не будет, так как полицейские эксперты пришли к выводу, что привел к аварии именно водитель автомобиля, на котором ехал погибший. Кстати, кто его водил, я так понял, до сих пор никто не знает. Нет, неизвестно. Там осталось три человека, которые просто друг друга не выдают. Теперь, опять-таки, погоня разрешена. Если приведут к выводу, что виновен полицейский, что он действительно перекрыл дорогу тому автомобилю для того, чтобы его остановить, против него будет подано обвинительное заключение, он предстанет перед судом. Но это нужно доказать. Вот в этом вся проблема на данный момент. Понятно. Исчерпывающее объяснение. Нам остается только следить, как за тем, как будет развиваться все эти события, потому что оно действительно взволновало многих израильтян. Но, опять-таки, на двух экспертов есть и третий эксперт, есть и четвертый эксперт. Всегда можно добавить экспертов, которые будут приходить к какому-то выводу и поддержат одного из них. Так это все работает. И сжать и луч автобус. Да, хорошо. Переходим к другой теме. У нас с Новым годом, с новыми правилами. У нас появились некоторые изменения в правилах дорожного движения. Касаются они не только водителей, но и пешеходов. С чем мы имеем дело? Знаете, как только кричат Эврика и Ура, в конечном итоге, наконец-то пешеходы должны нести какую-то ответственность в правилах дорожного движения. Они являются участниками дорожного движения, так как они переходят дорогу. Но ответственности на данный момент у них почти никакой не было. Да, давали штрафы за переход дороги не в положенном месте. Там по 100 шекелей, да, их никто и не давал по большому счету. Это была единственная ответственность этого пешехода. Но когда мы едем за рулем автомобиля, и мы видим пешехода, который не с нами, он в телефоне со своей супругой, либо со своей подругой, он не понимает, о чем идет речь. Даже в том случае, если он идет по пешеходному переходу. Он идет медленно, мы стоим, мы его ждем, мы не знаем, есть пешеходы, которые просто стоят перед пешеходным переходом и разговаривают, а мы обязаны остановиться для того, чтобы его пропустить. И ждать пойдет он или не пойдет. Почему я должен за это нести какую-то ответственность? Если человек вообще не является на данный момент участником движения, он является участником телефонного разговора с кем-то, из своих знакомых, своих родных. И, соответственно, наконец-то, наконец-то законодатели послушали компетентных людей, себя я тоже внесу в их счет, я тоже всегда об этом говорил, что запрещено разговаривать по телефону во время перехода дороги. Во-первых, когда человек переходит дорогу, пешеход, недостаточно просто ступить на дорогу и смотреть вперед и идти. Нужно посмотреть направо, налево, встретиться взглядом с водителем автомобиля для того, чтобы как-то быть уверенным в том, что он меня видит. И тогда я точно знаю, когда он на меня смотрит, что авария не произойдет, а не просто начинать переходить без того, чтобы... То есть мы предотвратим аварии, не важно, кто виноват, но аварии, очень большой процент аварий будет предотвращено, извините, когда пешеход будет тоже нести какую-то ответственность. Когда перед тем, когда он ступит на пешеходный переход, он не будет разговаривать по телефону, он будет просто смотреть на этот автомобиль, на водителя этого автомобиля, он убедится, что водитель автомобиля его видит, он остановился, и тогда он начнет свой переход. Именно для этого создано это законодательство. Я уже не говорю о том, что если пешеход переходит не по пешеходному переходу, кстати, ему тоже запрещено пользоваться мобильным устройством. И речь в законодательстве не идет только о мобильном устройстве, речь идет об айпиде, речь идет о любом виде компьютера, с которым вообще запрещено пользоваться во время перехода дороги. А если у него наушник, он держит телефон? Нет, наушник нет, именно пользуется мобильным телефоном. То есть сам прибор в руках? Да, именно в руках. За это предусмотрен штраф теперь? Смотрите, предусмотрен штраф, о сумме штрафа пока речи не идет, они пока еще не решили, комиссия КНЕС еще не решила, какой именно суммы будет штраф, но штраф будет, я думаю, что он будет в пределах 100 шекелей, примерно. Это первый пункт, я считаю, что это должно было наконец-то произойти и пешеходы должны тоже нести какую-то ответственность во время движения по трассе. По ходу вопрос уточняющий, пешеход, когда он переходит дорогу, он становится автоматически участником дорожного транспортного движения? Конечно, 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 пешеход, который переходит не в положенном месте дорогу, да, и происходит авария, есть случаи, когда подают обвинительное заключение против этого пешехода за то, что он нарушил правила дорожного движения, и переходил дорогу в неположенном месте, что привело к аварии и что привело, например, к его телесному повреждению. Второе изменение, насколько я понимаю, тоже касается пешеходного перехода. Именно. То, что было до сегодняшнего дня, был параграф, который обязывал водителя при приближении к пешеходному переходу тормозить, но этот параграф... Прошу прощения, важное уточнение. Притормаживать. Не останавливаться, притормаживать, сбросить скорость. Но этот параграф вносили только в обвинительное заключение в тех случаях, когда водитель не сбивал пешехода на пешеходном переходе. Ему говорили, не торможение перед пешеходным переходом. То есть не было полицейского, который стоял и смотрел на автомобили, которые не снижают скорость, и давал им за это штраф. Только в том случае, если был пешеход, и водитель его не пропустил, только тогда полицейские выписывали штрафы. Кстати, многие очень не знают, что сегодня даже если стоит пешеход в метре от пешеходного перехода, от начала движения, но он стоит, и в его намерение входит переходить дорогу без того, что он даже ступает на дорогу, водитель обязан остановиться. Водитель должен догадаться, что у него есть такое намерение? Именно, именно, потому что он всем своим видом показывает, что он собирается переходить дорогу. Раньше такого не было, раньше мы все знали, что с того момента, как пешеход должен вступить на дорогу, мы должны остановиться. Сейчас, за метр до этого, пешеход стоит лицом к дороге, водитель должен остановиться. Что происходит? Остановиться. Остановиться для того, чтобы его пропустить, остановиться. Данная поправка говорит о том, что водитель в любом случае, даже есть там пешеход, нет там пешехода, есть пешеходный переход, он должен изменить свою скорость до минимума, то есть притормозить перед пешеходным переходом. Но не говорится, до какой скорости он должен притормозить? Именно притормозить, речь идет о том, до скорости, которая позволит ему в том случае, если кто-то там прыгнет на пешеходный переход, предотвратить эту аварию. Именно об этом идет речь. Будут стоять полицейские перед пешеходными переходами и смотреть, замедляете вы свою скорость, либо не замедляете свою скорость. Смотрите, еще один способ залезть в карман налогоплательщика, я уже понял, что вы мне собираетесь сейчас сказать, но именно вот это поправка. Просто правило, которое может трактоваться как в нашем первом случае. Именно, то есть достаточно того, что ваша скорость не изменилась, я как полицейский буду об этом свидетельствовать в суде, для того, чтобы вы получили штраф. То есть в любом случае перед пешеходным переходом нужно притормаживать. Что это создаст? Это создаст огромные пробки в городской черте, я в этом уверен. Но возможно это изменит график, граф погибших и поставщик тяжелых аварий в другую сторону. Независимо от того, хоть вообще пустая улица. Нет пешехода, водитель обязан притормаживать перед пешеходным переходом. Да, а что такое притормаживать, каждый решает. И хорошо бы, чтобы ваше решение совпало с трактовкой полицейского. Именно. Что такое притормаживание. Юрий, спасибо за... Нет, еще есть еще одно новое видение, которое мы забыли, но очень важное. Ребенок до 10 лет не имеет права сидеть на переднем сидении. Очень важно. Вообще, в принципе... Вообще, ребенок до 10 лет, даже рост там метр 80, извините меня, метр 50, есть такие метр 60, не имеют права сидеть на переднем сидении. Только, только в том случае, если на заднем сидении нет мест. И оно уже занято всеми пассажирами. То есть, если у меня есть 4... Ну, можно сказать, пересадите взрослого вперед, ребенка назад. Если у меня есть 4 ребенка 10-летних в автомобиле, соответственно, у меня нет другого выхода. Я одного из них сажаю на переднее сидение, это разрешено. Только в этом случае. В силу всех других случаях, ребенок до 10 лет на переднее сидение садить, его запрещено. Это связано, в смысле, с безопасностью? Возможно, с безопасностью. Смотрите, высокая доля того, что пострадает пассажир, это именно тот пассажир на переднем сидении возле водителя. Соответственно, видно, из-за этого решили запретить. Это все новогодние подарки, которые нам приготовило правительство? Именно. Все новогодние подарки, вот эти 3 нововведения. Хорошие они, помогут они? Уменьшат они количество альварий, мы увидим через пару лет. Будет видно, да. Но это важно сдать, чтобы... Да. Езжайте осторожно, это единственное, что я могу сказать по этому поводу. Юрий, большое спасибо, что нас посетили, за ваши все разъяснения. С Новым годом. Спасибо вам. Напомню, что со мной в студии был адвокат Юрий Брандт. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова